Такой крупной поставки средств в индивидуальной защиту не ожидали ни врачи, ни администрация спид-центра. Диагностическая лаборатория больницы получила больше 30 тысяч одноразовых масок, около 20 тысяч пар перчаток, 8 тысяч респираторов и почти 900 защитных костюмов. В рамках Всероссийской акции «Мумессия» наша больница принимает серьезную поддержку странной федерации. Анализы на COVID-19, взятые у нижегородцев, приводят сюда со всего региона. В целом здесь уже провели почти 221 тысячу таких исследований и еще порядка 50 тысяч исследований на наличие в крови нижегородцев антител к вирусу. Это очень хорошая помощь, потому что костюмы все одноразовые, все расходные материалы, которые человек на себя надевает, это естественно все одноразовое, все это потом уничтожается. И это будет довольно-таки запас, это подспорье для Центра спид. Конечно, было тяжело, но мы собрались все и быстро адаптировались к этой ситуации. У нас было немного приборов, а сейчас в достаточном количестве, поэтому мы можем обрабатывать большое количество анализов. Областной центр по борьбе со спид стал первым в Нижегородской области медицинским учреждением, которое в марте буквально за одну неделю развернуло в своих стенах новую диагностическую лабораторию. С февраля 2020-го врачи работают здесь 7 дней в неделю, без выходных. Сейчас на забор анализов для определения коронавируса в крови пациента у медиков уходит не больше минуты. Проверить мастерство сотрудников лаборатории решила и наша телекомпания. Первоначально в центре делали около 200 анализов в сутки. Сейчас же, благодаря профессионализму сотрудников и новому оборудованию, удается забрать около 2000 анализов в день. Эти СИЗы были закуплены в рамках акции «Мы вместе» на средства резервного фонда президента России. В общей сложности 250 медицинских учреждений страны получили и еще получат более 3,5 миллионов средств индивидуальной защиты. Дмитрий Власов, Максим Веселов. Время новостей. Продолжение следует...